Я никогда не хотела работать. Многие женщины, на самом деле, об этом думают. Про деньги говорить более стыдно, чем про секс. Дальше я выйду замуж, рожу детей и буду в этом. Мужчины уходят, забывают про этих детей, рожают новых. У меня карта от Диминого счета, ну, от счета моего мужа, и вся недвижимость записана на мне. То есть деньги мужа — это общие деньги. Кому счет в этот момент пришел, тот его и оплачивает. Я не хочу работать. Есть женщины, чтобы работать. Это как вы. А есть, чтобы цвести. Это как я. Всем привет, я Маша, и это Гладких Лайф. Мы собираемся здесь с девочками в студии обсудить волнующие нас темы. И сегодняшний выпуск я хочу посвятить финансовой независимости женщин в 21 веке. Кто-то считает, что женщина в 21 веке сильная и независимая, а значит, не нуждается в помощи от мужчины, финансовой помощи. А некоторые считают, что если женщина за мужем, то, соответственно, он должен взять за нее ответственность. Так какая стратегия верна? Нужна ли женщине финансовая независимость? Так ли она важна? И как выстроить отношения с финансами внутри семьи? Обо всем этом я поговорю с семейным психологом Анастасией Канн, адвокатом Екатериной Духиной, и счастливой женой и мамой двух детей Елизаветой Пуховой. Сегодня мы разговариваем о финансовой независимости женщин. Вопрос в лоб. Должна ли женщина в 21 веке и в 2022 году зарабатывать и быть финансово независимой полностью от мужчины? Я начну с чудесной истории. Я только-только начинала еще работать адвокатом, ну, типа, там, три года. Сейчас уже 20 лет практики, а тогда было только три года. Я такой была юный адвокат, но уже активно бралась за разные тяжелые дела. И ко мне вечером, опоздав часа на два с половиной, пришла клиентка. А я, значит, муж, там, некий мини-московский олигарх, вернулся домой и обнаружил адюльтер в супружеской спальне с участием садовника. Ну, садовника выкинул в окно там с третьего этажа, а, значит, жене сказал, что она отправляется вместе со своими, там, 10 тысячами рублями обратно, откуда приехала. И я так уставшая вот после этого длительного рассказа. Единственное, что я смогла спросить, я говорю, скажите, ну, а почему все-таки садовник? Да. И барышня, как-то так не смутившись, говорит, понимаете, говорит, Екатерина, в жизни все так устроено. Есть женщины, чтобы работать. Это как вы. А есть, чтобы цвести. Это как я. И у Цветлан такие вопросы не задают. Ты как думаешь, ты работаешь? Нет, я не работаю, я никогда не хотела работать. У меня была такая история, что я после школы поступила на заочный в институт финансовый и поступила в колледж при Министерстве иностранных дел. Министерстве иностранных дел там было всего два года, это было очное образование. И мой папа мне сказал, он говорит, ты можешь учиться сколько хочешь, ну, как только ты заканчиваешь дневное, все, что от меня к тебе идет финансовое, заканчивается, вот тебе, пожалуйста, поможем, если надо, не надо, не поможем, идешь работать. Я говорю, хорошо. Заканчиваю, проходит два года, я думаю, что же мне делать, работать я не хочу. И думаю, надо что-то придумать. И тут заходит женщина и говорит, мы как раз в этом году набираем третий курс. Это как повышение квалификации, очное отделение, приходите. Ну, что я сделала, конечно, пришла. Пришла на это очное отделение, английский язык. И учительница говорит, преподавательница говорит, а можно несколько слов о себе? Ну, и все сидят, я хочу работать в Министерстве иностранных дел, помогать. Я думаю, господи, какая хрень. Я встаю, говорю, слушайте, я вообще не хочу работать. Я говорю, я пришла сюда учиться, чтобы просто, ну, еще год подумать, чем бы я дальше хотела заниматься, потому что сегодня я работать не хочу. И она такая, она говорит, и дальше что? Я говорю, дальше я выйду замуж, рожу детей и буду в этом. Она так встает, на меня смотрит, говорит, и за кого ты замуж собралась? Я говорю, ну, я пока не знаю, говорю, мне 18 лет. Ну, и все, и больше я на английский не ходила. Вот. Ну, сдала потом экзамен, но вот такая история. Я не работаю. Я год работала в Государственной Думе, но это было такое, и все. Это, на самом деле, очень здорово, что ты честно и откровенно об этом говоришь, потому что многие женщины, на самом деле, об этом думают, я знаю. И просто как-то у нас не принято еще особенно говорить, что я не хочу работать. Ну, 10 лет назад мне было стыдно прийти и сказать, что я не работаю, потому что так смотрели, говорили, что ты не работаешь. Потому что сейчас я общаюсь с женщинами, которые работают, которые реально сами хотят работать, и они говорят, ну, не работаешь, класс. Ну, тебе нравится не работать, не работай. Вообще женщина находится в привилегированном положении. Женщина может решать, работать или не работать. И все зависит, на самом деле, как люди договорятся. Как бы это все равно договор. И я за то, чтобы человеку было комфортно. Кому-то нравится работать, и кто-то не может без этого считать себя полноценной личностью. кто-то просто не видит в этом смысла. А кому-то, собственно, нравится сидеть дома. И на самом деле это же тоже большая работа. Вот, например, я, когда у меня родился сын, поняла, что я просто не могу. То есть я женщина, которая воспитывает детей, я просто снимаю шляпу, потому что мне очень тяжело. День сурка для меня, он как бы, ну, прям тяжелый. Поэтому мне было легче вернуться на работу. А если, я считаю, если человек вообще получает от этого удовольствие, если это оценено, и если это обоим комфортно, то это, на самом деле, здорово. И я считаю, что женщина может выбирать. Если эта женщина может выбирать, то это супер. Действительно, жизнь может сложиться по-разному. Поэтому, наверное, об этом надо тоже думать. Друзья, не волнуйтесь, стоп запланированный. Дело в том, что я мечтаю, чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков на канале к Новому году. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. И давайте договоримся. Посмотрела выпуск, переслала его подруге. Мне будет, правда, очень приятно. А что для вас финансовая независимость? Вот для каждой. Вот в чем она проявляется? Для меня финансовая независимость – это, безусловно, деньги на моем счету. Это возможность иметь профессию, которая позволит мне заработать в любое, даже самое тяжелое время. Это возможность поддержать моего супруга, который мой партнер. Я за то, чтобы у женщин житейская мудрость была. Вот если в браке, но и нет своего собственного дохода, то женщина понимала, как и где на счету аккумулируются все же ее деньги, а не только деньги мужа. Если в браке… То есть сделать заначку. Нет, это не только заначка. Нет, это не заначка. Это отношение двух партнеров, которые умеют с друг другом разговаривать. У меня карта от Диминого счета, ну, от счета моего мужа, и вся недвижимость записана на мне. У моего мужа есть такая… Умная женщина. Мудрая, это прям курс. Но при этом мой муж не знает, он не знает, где магазины, где люди покупают продукты. Ну, то есть он там догадывается, но если его послать в магазин, он говорит, ой, слушай, это столько видов молока появилось. Я говорю, Димочка, ну вообще, да. Он говорит, а у нас всегда дом так чистый. Я говорю, ну, видишь, мы сделали так, что вот дом и чисто. Он говорит, здорово как. Он говорит, надо бы поехать отдыхать. Я говорю, когда ты можешь? Он говорит, я могу в такие даты. Но я же не работаю. Я говорю, отлично, мы едем в такие даты. Он говорит, ну все, во сколько вылет? Он говорит, ты мне вылет. Скажи туда и обратно номер рейса. Это житейская мудрость. Почему я начала про житейскую мудрость? Потому что больше всего и обиднее всего это когда ко мне приходят клиентки, которые не получили профессию, всю жизнь не работали, в разном возрасте происходит крах вот этой вот самой вот там семейной лодки. И они получаются как выброшенные на берег, на берег слепые котята, которые вообще не понимают, что, куда бежать, что делать, как там с этими, не знаю, детьми, которые там в этом браке нажиты. Бывает, мужчины уходят, забывают про этих детей, рожают новых. А они вот в результате должны и вот из-за себя понять, как выплывать, как дышать. Некоторые характеризуют это очень, очень прям вот ярко. Они говорят, я училась дышать заново. Я не знала, как это дышать, вот вне вот этого семейного пространства. Вот эта житейская мудрость должна давать женщине возможность быть финансово независимой в том же браке относительно. Еще, мне кажется, у нас предубеждение такое, что стыдно в браке как-то сказать. Вообще стыдно про деньги. Деньги самое стыдное. Для пар часто про деньги говорить более стыдно, чем про секс. То есть со мной семейные пары легче расскажут мне, как у них что-то не получается в интимной сфере, чем как у них строится бюджет. То есть это очень такой теневой момент у многих пар. И круто, когда это не так. Ну вот, кстати, тут я могу сказать, что даже вот у меня в моих там прошлых отношениях я не знала, сколько зарабатывают. 80% партнеров не знают, сколько они зарабатывают. Практически у тех же 80% есть заначки. Деньги про власть. Поэтому вот на самом деле выложить все карты на стол, ну вот партнерам сказать, что я там, ну не знаю, ты занимаешься там хозяйством, я зарабатываю, или мы оба зарабатываем, у нас есть общая карточка, или у нас там у каждого есть своя карточка, столько, что мы складываем бюджет. То есть вот прямой разговор о том, как строится семейный бюджет, он почему-то доступен не так многим. А почему? Люди просто стесняются спросить, сколько ты зарабатываешь? Люди стесняются. Это вообще не очень приличный вопрос в нашей стране. Или просто страх есть, что, например, человек скажет, или женщина скажет, не дай бог, что она зарабатывает больше, и тогда вообще труба. Я полагаю, что женский доход более открыт, чем мужской. Потому что это про власть. Потому что есть очень много семей про то, что власть на самом деле часто у женщины. И вообще власти больше в нашей стране у женщины. И очень часто бывает, что женщина принимает решения в семье все, и мужчина особо не слушает. Но в руках у мужчины деньги. И вот очень часто бывают такие ситуации, что, ну не знаю, там пара рассказывает, я его прошу перевести мне на маникюр, а он не переводит. Я его прошу, а он не переводит. Ну или на какие-то... Он забывает. И он, честно говоря, я забыл. Я переведу, я забыл. А потом, когда ты начинаешь глубже копаться в этом, оказывается, что все решения принимает она. Все. Что купить, в чем ходить, где отдыхать. Он не принимает вообще решений. Но он зарабатывает деньги. И это единственный его рычаг, как бы на нее воздействия. И поэтому он всегда забывает перевести ей, когда она просит. Он неосознанно это делает. Но он забывает. Мне не нужно говорить Диме, что мне нужно сделать маникюр. У нас есть какая-то сумма денег. Если я хочу, или он что-то хочет купить выше этой суммы, то мы просто со стыковой можем и купить или нет. Как ты вот смогла? Вот это, мне кажется, просто мечта любой женщины. Слушай, ну, во-первых, я меркантильная, надо понимать. Ну, то есть я... При этом мы с Димой жили на 20 тысяч рублей в месяц в какой-то момент. То есть это тоже надо понимать, что нам было нечем заправить машину. И мы просто... Когда Дима принес какую-то сумму денег, я даже не помню какую, я говорю, Дим, нам сказали, надо 10% отложить. Он говорит, это же какие 10%? Тут у нас счетов, вот это все. Я говорю, ну, надо. Ну, в общем, мы когда с ним познакомились, он говорит, что ты делаешь, какие планы? Говорю, мне надо выходить на работу. Он говорит, а, ну, я тебе могу помочь, сейчас мы с тобой сделаем. Вот, флипчарт, мы сейчас все напишем, пункт первый, второй, третий. Потом он говорит, слушай, мне кажется, ты не хочешь работать. Я говорю, нет. Он говорит, ну, может, и не надо работать. Я говорю, о, говорю, ну, давай, пока не буду. Говорю, у меня вот еще фенуниверситет, я говорю, сейчас я подзакончу его. Он говорит, ну, и не работаю. Он мне сначала давал какие-то деньги. Но мне кажется, ему это было некомфортно, и мне. Я даже вообще ничего не говорила. Он мне говорит, вот тебе карта, и живи вообще как хочешь. Я говорю, ладно, принял меня такой, как я есть. За годы работы телеведущей, мне кажется, на моем лице побывали просто десятки тональных кремов. И я уже с закрытыми глазами на ощупь могу определить, хороший это тональник или нет. Сегодня я хочу вас познакомить с новинкой от одного из моих любимых брендов Vivienne Sabo. В их линейке крем Fluido Shake Foundation пополнение. Это тональный крем с матирующим эффектом. В общем, давайте-ка посмотрим его поближе. Но сначала один важный момент. Перед нанесением флакон необходимо потрясти. Зачем? У крема очень легкая жидкая текстура, благодаря которой, собственно, он так легко растушевывается, его легко нанести на лицо абсолютно любым способом. Но при хранении частички пигмента в жидкости могут осесть. И чтобы основа хорошо распределилась на нашем лице и покрытие было просто идеальным, мы и трясем флакон. Очень легкая текстура, я бы даже сказала, такая невесомая. И нет ощущения липкости. Давайте посмотрим на лице. Крем-флюид очень классно матирует, и мне что нравится, нет ощущения вот этой маски на лице. Все выглядит максимально свежо и естественно. В составе крема салициловая кислота, которая уменьшает воспаление и покраснение. Есть несколько тонов, каждая точно подберет тот, что подходит именно ей. Кстати, я недавно устроила этому крему настоящий тест-драйв во время съемок видео для своего блога под просто палящим стамбульским солнцем. И справился он на отлично. Вы можете заказать новинку по ссылке в описании под этим видео, а от меня вам скидка по промокоду. То есть деньги мужа это общие деньги? У тебя есть что-то, на что ты, ну там, не знаю... У меня есть какие-то свои деньги, которые приходят, как это называется, умным словом сейчас? Спасибо. Ну какой-то пассивный доход, но он минимален. Но у меня нет, ну если что-то случится, ну будем думать, что делать дальше. Но видишь, основная эта проблема в чем? Основная проблема в том, что особенно это свойственно россиянам. Это совершенно не свойственно людям, живущим на Западе, а свойственно нам. В связи с нашей мифологией, со сказками, вот с этим совсем. Что стыдно спросить про доход, ведь у нас же там эти все царевны, они же там, вот спроси меня от дракона, какая разница, что там у тебя в заплечном мешке. Это совершенно не имеет никакого значения для девочки, которая вот соглашается быть женой. И девочка, соглашаяся жить за женой, верит в то, что вот это вот какая-то вот сакральная история и любовь, она же нам всем рассказывали с детства, что она вот как бы лечит все, в том числе, видимо, должна вылечить банкротство по нынешним временам или там, не дай бог, еще что-то, что с человеком может произойти. Почему так важно вот это вот, как я еще раз называю, да, житейская мудрость, понимание того, у кого, где и чего там заныкано и запрятано, ну, сегодня это вот такая вот, ну, как бы в семье, да, это жизненно необходимо, потому что это семья, но, увы, очень много случаев, с которыми, там, я в своей жизни сталкивалась, они как раз вот про, вот это вот, когда ты вроде бы вот как вот вышел замуж и передал управление одному человеку, а он не справляется, и мужчине стыдно сказать, что, например, я там, я не справляюсь, у меня какие-то проблемы на работе, у меня там риски, связанные в связи с тем, что я там акционер, генеральный директор и как-то еще, в результате, когда там приставы стучат в дверь, жена вообще не знает, куда там бежать, или, не дай бог, там с обыском кто-то пришел, и откуда чего брать, чего-чего прятать и куда тащить детей, это же про то, что жизнь, она такая вот, ну, сложная у нас, и она проще не становится, поэтому вот эти двое партнеров в браке, они как бы, ну, в одной окопе, увы, должны понимать, у кого и что за душой, а у нас народ, он какой-то вот такой вот там, мужчина приходит и говорит, как бы мне вот как-нибудь сейчас вот так вот это вот туда, это сюда, я говорю, что ты с ней живешь-то, ну, ты же лучшее время в своей жизни, может, другого нет, и не будет, тратишь на то, что ты живешь с человеком, от которого тебе что-то надо прятать, а какое количество таких пар, ну, как-то не в сказке сказать. Но у вас как в семье? У нас доверенности выданы взаимно на все, у каждого, во-первых, есть доверенность на доступ к счетам, там, у мужа ко всем моим, у меня ко всем счетам мужа, соответственно, тратим, там, кому счет в этот момент пришел, тот его и оплачивает. Общая копилка условная или как просто устроен процесс? То есть общая копилка, все скидывают или каждый? У нас есть счет, на который, например, мы там откладываем деньги, не знаю, там, есть там понятие, плана Б, черный день теперь никто не называет, да, у нас у всех, у всех появился теперь план Б такой, да, у всей страны внезапно, вот счет Б, как бы, вот общие деньги, они какие-то вот туда вот там радостно вводятся, аккумулируются, там, какие-то секьюрные активы покупаются, ну, что такое, а там, ну, то, что на повседневные нужды, не знаю, когда-то я захожу в магазин, я там покупаю там засадик, то я, то он платит, а у нас такого нет, то есть вообще, это четкий, ну, в связи с тем, что у нас достаточно высокие доходы все-таки, да, поэтому мы можем себе позволить не думать о том, как этот там вот график, возможно, мог бы более системно существовать, потому что, когда ко мне приходят люди, там, со средними доходами или с низкими, я говорю, ребят, это, это прям вот разговор в таблице Excel, куда вы заносите все, смотрите, помимо вот этой гигиены, что называется, я ее так называю, гигиена супружеской жизни, у нас у людей нет гигиены финансовой жизни, у нас там у людей по три кредита, они не знают, за что и когда им платить, да, иногда жена не знает о том, что у мужа два кредита, и за что ей, и узнает только, когда там, не дай бог, поэтому, я еще раз, я вот за откровенный диалог и понимание, что если вы уже поженились, ну так вот, прям вот это вот однолодка, и там, если там вот это вот пробоина, то оба должны знать. У тебя как в семье? У меня интересная история, потому что, на самом деле, у меня всю жизнь работала мама, у меня мама с папой разошлись, когда я была маленькая, для меня вот как бы идея, что женщина может остаться с ребенком одна, она мне была всегда понятной. Мне тоже, у меня ровно такая же ситуация. Но у меня не работала бабушка, у меня дедушка занимал достаточно высокий пост в советское время, и бабушка была такой классической домохозяйкой с пирогами, с блестящим домом, и для меня вот моя бабушка с маминой линией, она была, ну, очень близким человеком, и я как бы видела две стороны, и видела, как маме тяжело, мама много работала, и видела, с одной стороны, что бабушка с дедушкой были одной командой, они были очень классной парой, но иногда мне бабушка говорила, что как бы это самый неоцененный труд, труд домохозяйки. То есть спасибо тебе, говорят, редко. Ну, потому что дедушка ее очень ценила, очень любил, но я даже помню, что мы внуки, ну, на самом деле, конечно, считали, что бабушка целый день отдыхает, хотя теперь-то я понимаю, что упахивалась она... Ну, в два раза больше, да? В два раза больше, потому что бабушка была вот такой вот с пирогами, с обедами, вот, поэтому я пошла, я как бы получила хорошее образование, и когда мы познакомились с моим мужем, я очень много работала, очень. И работала в офисе, и работала вот и до, и работала там в нерочное время, зарабатывала я меньше мужа, но я прям чувствовала себя независимой, мне было это очень важно. И когда я родила нашего первого ребенка и села в декрете, вот мы с ним тогда не смогли так поговорить, ну, как бы там он, выделила мне... У нас была карта, но вот как бы вопрос, сколько я могу с нее тратить, нам был очень неудобен, ну, потому что, ну, сколько хочешь, столько и тратить. Ну, а потом... Хочу все тратить, да? Хочу все тратить. Потом в какой-то момент, там, не знаю, я в парикмахерскую сходила, он мне говорит, слушай, а ты вот... У тебя правда столько стоит стрижка? И для меня это было там... Что? Ты серьезно? И потом, когда мы на эту тему ругались, он мне говорил, слушай, а я не обвинял, я просто спросил. Но я это слышала, ну, это же кто как слышит. И для меня это был такой момент, что когда мне надо было выйти на работу снова, после того, как сыну исполнилось полтора года, муж был против. Он мне сказал, что я как бы... Ну, это очень тяжелая работа, ты не должна. Я ему сказала прямо, что скажи мне, что ты можешь не работать. И я подумала, ну, и будем решать. На что мне мой муж тогда, там, много лет назад, сказал, что... Слушай, ты меня прости, я так не могу тебе сказать. Я не настолько чувствую себя уверенным. Там у меня моя мать работала всю жизнь. И так я тебе сказать не могу. Я сказала, ну, если не можешь, тогда я буду работать, ну, так, как я умею. А умею я работать много. Много. И только после рождения нашего второго сына, у меня муж уже тоже, он немножко старше меня, а тут он уже такой больше вес обрел. Он мне тогда сказал, слушай, а вот сейчас я могу тебе сказать, что ты можешь выбирать. Хочешь выходи, хочешь не выходи. И тогда, действительно, я была ему очень благодарна и оценила вот эту историю откровенности. И что я вот теперь могу работать в том режиме, в котором мне комфортно. То есть я работаю, достаточно много работаю. Но я могу работать в том темпе, в котором мне нравится, в том режиме, который мне нравится. Я зарабатываю меньше моего мужа. У нас есть общая карта, на которую он каждый месяц наладит определенную сумму денег. И я кладу на нее определенную сумму денег, меньшую, чем он гораздо. Но он говорит, что ему это очень приятно. Ну, вот что ему, ну, что я когда вижу, что ты скидываешь, если тебе нету, то не скидывай. Но если ты, то он мне говорит, слушай, мне нравится. Ну, как бы мне здорово. Понятно, что у меня, это не весь мой доход, какой-то там есть такой доход для себя, но я рада, что у нас теперь уже после 15 лет вместе, и что в последние годы мы это сделали, и есть вот этот бюджет, мы теперь понимаем, сколько там в месяц мы тратим, есть такой еще не партнер. Это из семьи идет или нет? Почему у меня откликнулась очень твоя история? У меня такая же история, у меня мама всю жизнь работала, пахала на трех работах, упахаться, чтобы все у нас было. Очень из-за этого тоже благодарна, что она старалась делать абсолютно все, чтобы я хорошо росла. Я росла просто видя эту модель, и я думала, что вот так должно быть, то есть я должна тоже работать, впахивать, и тогда у меня все будет, и все будет хорошо. Собственно, так и делала, и делаю, но потом какой-то настал момент, когда мне стало страшно, потому что мама так всю жизнь и пропахала, и пашет до сих пор. Мне хотелось бы скорее как Лиза, а у меня ситуация вынужденная, то есть я работаю, потому что мне надо работать, я не могу не работать. С другой стороны, совсем не работать я, наверное, уже за столько лет, и за вот это вот шило в одном месте, я тоже не могу, не представляю. И как вот это вот все в себе... Ну, как найти баланс, на мой взгляд. Да-да-да. Но просто мне интересно, у тебя из семьи это было? То есть у тебя изначально как бы был какой-то такой пример? Или ты просто... У меня мама много работала, она врач скорой помощи, и она перестала работать, когда моему младшему брату исполнилось семь, потому что я была спокойной девочкой, которая могла прийти домой и приготовить себе поесть, пока она на работе, а он так не мог, никаких нянь никто взять не мог, но ей пришлось уйти, и она не работает ну, наверное, лет двадцать уже. У меня наоборот, у меня мама не работала практически, ну, это очень короткий период времени, потом, как только начали рождаться дети, она решила, что это совершенно незачем. Ну, у меня мама просто уникальный человек, который умеет заставить весь мир вокруг нее вращаться, то есть такой вот, да, поэтому мне недавно средний мой, трехлетний, значит, Сава, ну, что-то они о чем-то поругались, да, и он бабушку попытался выгласить, он сказал, что он отдаст ее соседям или каким-то другим детям, и она так, глядя на него, сказала, Савочка, ты еще не знаешь, с кем ты связался. Поэтому, да, но при этом, например, я совершенно ненавижу готовить, так же, как ненавидит моя мама. Моя мама никогда в жизни не готовила. Как мы все похожи, моя мама тоже, и я тоже ненавижу готовить. Ну, вот, поэтому, если бы, наверное, я должна была бы сидеть дома, то я бы вынуждена была этим заниматься. Ну, как-то, если ты как-то надо оправдывать свое существование дома. Всегда с ужасом представляла себе, что на меня может свалиться вот все домашнее хозяйство. То есть ты пошла работать, чтобы скорее просто не готовить? Нет, на самом деле причиной моего превращения в адвоката, хорошо зарабатывающего, были туфли. Слава богу. Да, на патриарших прудах. Ну, бутик, значит, Манола Блоник. Значит, туфли эти стоили, ну, как бы, наверное, три зарплаты, вот, как-то среднего менеджера, среднего звена на тот момент. И представить, что я могу попросить у папы или там у мамы деньги на эти туфли, ну, в голову мне даже, ну, я не знаю, в жутком сне могло такое присниться. Точно так же, кстати, как, когда я сама какой-то шоппинг делаю, то я совершенно не стесняюсь покупать дорогие вещи, потому что могу себе это позволить. Муж дарит мне дорогие вещи на какие-то праздники, да, то есть, но взять, например, карточку мужа и пойти с нее, там, потратить, ну, что-то на какую-то сумку, которая совершенно того не стоит, мне стыдно. То есть я не могу позволить себе такого же там размера шоппинг сделать с карточки мужа, как я могу сделать со своей. Это тоже внутренняя, это внутренняя история. Мне тоже было стыдно, теперь не стыдно. Как прийти к такому уровню осознанности? Ну, это как-то научиться, ну, это про доверие и про что-то еще, ну, это же про то, что действительно идет из семьи, и мы действительно берем, что-то мы берем, как в семье, а что-то мы идем от обратного. Ну, то есть я не хочу упахиваться, как моя мама, это от обратного. Ну, вот, например, у меня мама работала, ну, вынужденно работала, а вот у меня одна бабушка, как я сказала, была домохозяйкой, а вторая бабушка, она была такой прям карьеристкой, она была директором Лейпцига, и она, то есть для меня всегда было вот эти два примера, именно вот бабушек, которые сами сделали свой выбор, и во мне эти две части очень сильно борются. То есть у меня есть часть, которая в воскресенье начинает готовить пирог и считает, что я теперь должна чаще готовить детям, больше детьми заниматься. Эта часть быстро угасает, потому что я сильно устаю и начинаю говорить, что ладно, я вот сегодня приготовила, через две недели, может быть. Это у нас все как-то, хочешь готовишь, хочешь не готовишь, у меня есть помощь, я не могу сказать, что я заядлая домохозяйка, сижу дома, не занимаюсь собой, ничему не учусь и нигде не бываю. Нет, я много с своими детьми, но дети это много, но это не вся моя жизнь. Ну, а чем ты еще занимаешься? Ну, у меня есть спорт, у меня есть какие-то, чем-то вот здесь кто-то сказал, надо теперь вот это вот позаниматься вот этим, я думаю, отлично, иду, все, учусь, прекрасно, думаю, ну, хорошо. То есть я сегодня вышла из дома в 8 утра и вернусь, я, ну, мы еще с мужем не договорились, ну, или в 7.30, или совсем поздно, ну, то есть как бы день-то... А зачем ты учишься? Просто мне нравится. Ну, ты чувствуешь себя при этом реализованной? Я чувствую себя просто зашибись. Правда. Ну, пожалуйста, я почему спрашиваю, потому что существует, ну, вот такой как бы миф по факту, да, наверное, стереотип о женщинах, что если она дома, что дома невозможно реализоваться. На работе можно, в карьере можно, а дома, ну, это не реализация якобы. Я как психолог могу сказать, что это, на самом деле, мне кажется, очень здорово, когда и женщина может поставить себя так, что ее надо уважать. И то, что я как бы сделала свой выбор, и я вот не буду выбрасывать мусор, это буду, это не буду, это про уважение же. И если мужчина уважает это, я знаю, мы знакомы, я знаю, что Дима очень уважает Лизу, и они как бы, ну, очень гармоничная пара. Для меня это про то, что здорово, когда партнеры друг друга уважают. И когда мужчина говорит, что это, там, моя жена, она не работает, но это не потому, что, там, мне так нравится, и я ее дома посадила, а потому, что это наш, ну, как бы общий выбор, и я ее уважаю, и мы вместе развиваемся просто вот каждый своим путем. Потому что очень часто же бывает, что женщина сидит дома, но каждый день чувствует себя обязанной. И вот, на мой взгляд, вот тогда ты действительно чувствуешь себя и нереализованной, и не видишь смысла в этом, и чувствуешь себя несчастной. Ну, чувствуешь себя обязанной, да, что ты, типа, сидишь дома, значит, я должна и готовить, и убираться, и вот это, и вот это, и вот это, ну, как будто бы ты сама себе в голове, набор обязанностей, которые, ну, я же не работаю, значит, я вот это должна выполнить. Понимаешь, если она сама себе это говорит, это, может быть, и неплохо, а если ей это каждый день еще вот говорят, что ты обязана, понимаешь, я, например, видела пару, в которых муж совершенно серьезно говорит, что вот мой KPI на работе, а твой KPI на кухне. И где твой KPI? А какой KPI? Это семья вообще ваша? Ну, как бы, ну, то есть, как бы, вроде не, ну. Она вот менеджер дома, менеджер дома, и я за это ей плачу. Ну, если честно, мне не близок этот подход, потому что я считаю, что семья – это не предприятие все-таки, а это некий проект, который вы ведете вместе, но не то, чтобы все-таки KPI надо выдавать. Мне очень нравится Лизин пример, потому что Лиза как раз великолепный пример наличия житейской мудрости в человеке. Лиза спокойно разговаривает с своим мужем, ну, то есть, наверняка у них так или иначе. Мужья, знаете, они тоже не сразу становятся идеальными. Они вообще не идеальны. Да, так же, как и жены. Да, как правило, идеальными становятся жены и мужья уже к третьему браку. Поэтому, ну, то есть, вот кому повезло проработать друг над другом в первом, ну, это тоже работа. То есть, это все компромисс. Мы недавно там были с подругой в одной компании, где сидело пять барышень за столом. И из этих пяти барышень замужем все сильные, все очень там успешные, все работающие с карьерами. Но из пяти барышень замужем были только двое. И было, на самом деле, я и подруга. И было понятно, почему. Потому что мы с ней единственные, кто готов идти на компромисс. И вот эта вот гибкость, вот эта вот житейская, опять возвращаясь к житейской мудрости, которой очень не хватает. Почему? А остальные вот самодостаточные вот эти вот женщины успешные, одинокие. Вот это, да, вот это вот служебный роман, да. Поэтому вот это прекрасно, что там этот подкаст выйдет, потому что мне очень бы хотелось, чтобы слушающие наши там и девочки, и мальчики понимали, что это все вообще про взаимный компромисс. И по-прежнему в нашей стране, так или иначе, ответственность за семью несет женщина, не мужчина. Потому что вот эта вот история о том, как она все решения принимает, а он ей забывает на маникюр перевести, потому что это единственная точка его сопротивления и контроля. Она же тоже, это смешно, но это, ну, а она принимает решение, например, переедут они в другую страну или нет, да, а он ей на маникюр не переводит. Ну, то есть вот как. Мне еще интересно, а вот как муж относится к тому, что ты, например, много зарабатываешь? С восторгом. Как можно? Ну, то есть его это не коробит внутренне? Ну, мы двое любящих друг друга людей. А если бы ты зарабатывала больше, чем он сильно? Ну, во-первых, не первый наш брак. Ни мой, ни мужа. Поэтому мы, помимо того, что мы очень осознаны оба изначально, но мы еще и как бы вот с этим вот, с неким выводом, да, из прошлых отношений, которые там каждый так или иначе там сделал, да. Если бы я зарабатывала больше, я думаю, что это совершенно тоже бы его не смущало, да. Хотя он, конечно, зарабатывает больше, чем я, надо сказать. А тебя бы не смущало, если бы ты зарабатывала больше? Меня бы это тоже не смущало. Я бы тогда больше могла тратить на шопинг. Настя, у тебя как? Слушай, у меня есть просто вот, у меня из семьи есть история, я не люблю просить. И для меня... Это тоже моя проблема, мне очень сложно. Да, вот мой папа нам помогал, и мой папа, как бы, не могу пожаловаться, что, как бы, на отсутствие его заботы и внимания, но маме надо было просить эти деньги на меня. Я ненавижу это все. Мы пришли к тому, что... Мне теперь не стыдно просить, потому что я вижу и доверяю человеку, и вижу, что он на эти мои просьбы реагирует позитивно, с пониманием, ну, как бы, с тем, что, ну, конечно. А раньше, даже когда он, может быть, так же реагировал, я все равно внутри себя видела... Вот он сказал, да, но внутри он, наверное, подумал, что я там могла бы сама себя это купить. То есть это же еще то, что внутри нас, мой случай достаточно моей внутренней, закомплексованности моих внутренних проблем. А сколько есть реальных ситуаций, когда в ответ на просьбу женщины она реально получает скепсис или «а зачем тебе это надо?», то есть этот контроль. То есть мне кажется, что здесь вопрос финансовой независимости, о котором мы говорим, он вот именно про то, как отношения в паре складываются, и как они это выстроят. Если это становится предметом манипуляции, то, конечно, на такую женщину ты скажешь, что лучше бы она пошла работать, чем так от него зависеть, и чем она должна унижаться и просить на тот же пресловутый маникюр. Например, если ты решишь какую-то крупную покупку совершить, тебе надо, получается, все это согласовывать, просить на это. Ты понимаешь, поскольку я знаю, сколько у нас есть денег сегодня, я прекрасно понимаю сама, могу я это купить или не могу. Ну, то есть если я думаю, что не могу, но очень хочется, но вот не могу сама принять это решение, ну, Дима, я не знаю, он никогда не говорит «нет». Когда я это поняла, я сказала, подожди, нам теперь надо разобраться, потому что я понимаю, что ты можешь потратить все в ноль. У нас было 15 тысяч рублей на 15 дней, и был какой-то праздник. Я-то собирала «Пандоры» были такие, серебряные браслеты. Ну, и Дима мне купил на 12 500 этих шармов. Я говорю, подожди, ну нам же еще вот здесь жить. Он говорит, ну ты же хотела, тебе же нравятся вот эти штучки. Я говорю, ну, я говорю, мы могли бы это купить чуть позже. Ну, я просто, я знаю, могу, можем мы сейчас это купить или не можем. Я не пойду согласовывать то, что мы сейчас не можем купить. Ну, это зачем? Ну, это здорово, когда люди знают, сколько у них есть денег. Потому что реально возвращается. Потому что очень часто на вопрос, знаете ли ваша жена, сколько вы зарабатываете? А зачем? Какая семья? Потому что я всегда говорю своим клиентам, что семья это не компромисс, не договор, вообще это команда. Ну, вот вы как бы, вот вы в одной лодке, и вы плывете. И вообще, когда я в одной лодке, я бы хотела знать, сколько у меня запаса пресной воды, где у меня лежит спасательный жилет. Ну, правда. Как бы сколько лет этой лодки, там, выдержит она или нет, как часто мы ее ремонтируем. Если мы в одной лодке, то я за равное владение информацией. И действительно, это, на мой взгляд, это очень странно, когда в семье один партнер обладает информацией, сколько им хватит, есть ли у них запас там, а другой партнер просто, не знаю, с закрытыми глазами. А брачные договоры часто заключают? Да, мне просто в моей голове даже брачные договоры заключить, ну, вот я не очень представляю, как бы я сказала там будущему мужу, что типа, а давай-ка на всякий случай мы с тобой сейчас подпишемся. Так в самом начале подписывать брачный договор обычно предлагают в случае мезальянса. Это гораздо более обеспеченный мужчина, гораздо менее обеспеченные барышни, да, как правило, со значительной разницей в возрасте. Поэтому по вот количеству брачных договоров, которые заключаются до заключения брака, да, такие тоже есть, и сразу же после, это, как правило, вот тот вариант, когда мужчина рулит всем и говорит, я там, не знаю, пойду с тобой в ЗАГС, ты молодая и прекрасна, но ни на какие мои будущие доходы ты претендовать не можешь. И это совершенно грустнейшая ситуация, потому что получается, барышня получает статус жены, но без королевства. Ну, то есть королева без королевства, она такая вот, ну, такая шахматная, да, потому что в любой момент, ну, как бы развестись он с ней может, может, но в отношении его имущества или вообще каких-то там, даже если это было наш, с учетом того, что она там со страшной силой обеспечивала его душевный порядок и мировой там, дома там готовит 25 видов рыбной коврижки, это все не будет иметь значения. То есть вот это, на самом деле, самая грустная ситуация, и такой брак обречен сразу. То есть когда я вижу, ко мне приходят мужчины-клиенты, не в первый раз женатые, да, приводят какую-то новую пассию, каждый раз она моложе и прекрасней. Ну, это все на какое-то количество лет, и дальше снова здравствуйте. Когда брачный договор заключается в осознанном возрасте между людьми, один из которых ведет рискованный бизнес, это совсем другая история, потому что брачный договор в таком случае может подстраховать сторону от претензий кредиторов во время банкротства. И чем раньше он заключен, тем меньше шансов, что он будет признан недействительным в ходе судебного разбирательства тех же самых кредиторов, которые будут пытаться наложить свою когтистую лапу на все, значит, в семейное имущество. Поэтому здесь, опять же, про вот это пару, доверие пары к друг другу, да, это может быть инструмент лекарства, либо заранее все как бы сжигающее, да. То есть, конечно, сакральное отношение россиян к браку, еще раз повторюсь, не предусматривает заключения между ними и брачным договором. На самом деле, про сакральное отношение я еще являюсь медиатором разводов. О-о-о, и что у нас там по разводникам? Я, на самом деле, не совсем к этому, а к тому, что я недавно общалась, есть медиатор разводов, а есть медиатор деловых переговоров. Так. И один у меня есть коллега, и он говорит, что я задаю партнерам, которые начинают бизнес, всегда начинаю переговоры с одного вопроса. Как вы будете расходиться? Партнерам по бизнесу я задаю этот вопрос. И первый ответ, который мне говорят партнеры по бизнесу, мы не будем. Я говорю, ну, ребят, ну вы же не муж и жена будущий, я же не... Пожалуйста, расскажите, как вы будете расходиться. И вот на моменте, как вы будете расходиться, очень часто бизнес не случается. Потому что люди с удивлением обнаруживают, что у них совершенно разные. Разные взгляды. Кто заберет товарный знак, кто останется в этом офисе, когда они будут расходиться, кто заберет себе основной капитал, ну, как бы и так далее. И это интересно. И вот для меня этот рассказ, он про то, что, конечно, если задать молодой паре вопрос, как вы будете расходиться, оба будут очень ускорблены. И это действительно очень тяжело. Но на мой взгляд, что вообще-то языком через рот об этом стоит поговорить. Что будет, если мы расстанемся? Что будет, если мы встретим другого человека? А вы у себя в семье это обсуждали? Ну, в принципе, мы... В нашей семье мы оба дети разведенных родителей. И мы оба об этом говорим. То есть мы оба говорили изначально, что мы за честность, что мы за то, чтобы сразу сказать. То есть мы за то, что мы оба, например, проговаривали, что мы оба против того, чтобы сохранять семью ради детей. То есть мы, может быть, не проговариваем, кому какой дом достанется, но мы проговариваем хотя бы про то, что мы честно будем об этом разговаривать и честно будем открывать эти карты и думать, что нам делать дальше. Потому что вообще, на мой взгляд, мы взрослые люди, нет запретных тем. Ну, как бы браки совершаются на небесах, но расторгаются-то они в судах. Лиза, а у вас как? Ну, ты не думала вот... Всегда думаю. Конечно. А что, если развод? Ну, ничего. У меня все будет у меня. Он заберет одну машину и... Придумает, что... Что-нибудь ждал ему поприличнее. Нет, ну... И все, он пойдет. Он взрослый мужчина. И пойдет строить себе... Ну, Дима никогда, он никогда... Во-первых, я уверена, что он такой человек, что он никогда не заберет у меня, ну, какую-то такую базу. Я даже уверена, что если я с ним разведусь, то он не бросит нас всех, потому что у него какие-то ценности просто другие. Если жизнь меня заставит, я выйду и буду работать. Вообще без вопросов. У меня есть... Ну, есть какая-то база, я думаю, что я найдусь быстренько. Но пока нет, я бы не планировала. Нет, ну, если я разведусь, мне сначала надо будет горе пережить, потом еще, а потом уже познакомиться второй раз замуж, выйду. А что ж так? Боже, это просто, мне кажется, вот это и есть секрет Лизы. У нее просто светлая уверенность в себе, просто бешеная в том, что у нее все будет хорошо. Но надеюсь, что не придется разводиться, потому что найти такого прекрасного, как моего супруга, это дорогого стоит. А вообще, как вот вы откладываете что-то? Вообще, вот как вот финансово? Есть какая-то подушка безопасности? Почему я спрашиваю? Потому что, ну, вот эта тема, например, больная для меня. Дело в том, что вот у меня в семье, да, например, разные позиции. Вот у меня тетя, она супер умеет откладывать с маленькой зарплаты, там, купить квартиру для нее. Вот там бабушка с дедушкой, у них до сих пор больше денег, чем у меня с пенсией. Они умеют. Они как-то вот это... Мама моя, например, как и я, транжира, сколько денег есть, я спущу все. Вот не могу остановиться. И у меня никогда в моей жизни не было подушки безопасности. Вообще никогда до 30 лет. И вот, честно, как будто бы бог отвел. Вот как раз в этом году, мы сами видим, тяжелый критический год. И только в этом году я начала делать себе подушку безопасности. И только в этом году у меня есть чуть-чуть там какой-то отложенный запас, который позволяет мне просто спокойно жить. Хотела спросить, есть ли у вас такое? Или, может быть, ну, вы тоже там, не знаю, транжира по жизни. Либо вот как вы вот эту стратегию там откладывания, так сказать, подушки безопасности и финансов реализуете у себя? Ну, у меня, например, подушка безопасности семейную отвечает муж. Поэтому я здесь вполне себе занимаю пассивную позицию. Я тоже транжира, у меня мама тоже никогда не накапливала. И я не умела до знакомства с мужем накапливать. Но теперь, когда... Может, есть лайфхак какой-то, секрет? Как бы я теперь откладываю, потому что мне же надо на что-то покупать ему подарки. Ну, как бы из общего бюджета подарки и не купишь. Поэтому нет, честно, я немножко откладываю. Я вот где-то там процентов 10-20 от дохода я стараюсь не тратить. И много лет уже откладываю. Поэтому у меня какая-то такая подушка безопасности, ну, скорее на себе, ну, вот как бы на какие-то свои НЗшные истории. Ну, и потом все-таки есть родители и какая-то помощь маме моей. Ну, то есть я про это всегда думаю, что у меня все равно остаются вещи, на которые я не могу попросить. То есть на что-то я просить научилась, но, например, в подарке это такая вот моя сфера. Здесь я хотела бы сохранить независимость. Катя, а тебя как? Ну, я очень много откладывала с 30 до 40 лет. Поэтому сейчас я могу здесь позволить тратить практически все, что зарабатываю. Потому что я сейчас собираю, продолжаю собирать современное искусство. Но на самом деле по вам он как бы ответ понятен. Людям мысли об откладывании приходят ближе к 30. До 30 лет осознанности обычно такой яркой. Да, это нормально, это просто мы проходим какие-то определенные периоды развития. Поэтому муж мой вообще гораздо более тревожный, чем я, и очень рачительный человек. Я размышляла над предыдущими сентенциями на тему, а что если... Он мне все время говорит, когда ты меня бросишь, я умру от тоски. Поэтому я говорю, ты не волнуйся, я тебя не брошу, я приличный человек с семейными ценностями. Ну и что мы можем, так сказать, девочками на финал, так сказать, посоветовать? Как уберечь себя? Как вообще вот в нынешнем мире, в нынешней ситуации, ну вот оградить себя, возможно, от каких-то вещей? Вы бы знали, где подложить соломки, но уже все давно подложили бы ее. Но мне кажется, кстати, у тебя, Лиз, очень интересная история. Ну то есть она... Ты связываешься с тем только, что тебе повезло именно конкретно с выбором такого мужчины, с ценностями, которые у тебя... Натальная карта просто может быть хорошая. Ну я не знаю, это совокупность разных историй. Но мне просто кажется, что в этом и твоя тоже какая-то заслуга однозначно есть. Это не просто... Не каждой женщине такое выпадает, и это зависит и от твоих внутренних качеств. Ну не каждая женщина может так терпеливо смотреть на своего супруга или там молодого человека. Если вы думаете, что мой муж приходит домой и вот так вот снимает носки и кладет их ровно туда, где они должны быть, нет. Нет. Ну то есть никогда вообще ничего. Мы когда с Димой познакомились, мы не с ней написали договор, а мы с Димой говорили, я никогда не буду убирать носки, я никогда не буду, если я что-то готовлю, потом убирать за собой. Если даже никого нет дома, оно все будет стоять вот столько, сколько будет стоять. Я говорю, ну ладно. Он говорит, ты всегда буду чистить зубы вот так вот. И мы когда жили в квартире 37 квадратных метров, я думала, ну он же меня предупредил, я же согласилась, думаю, ну протру. Да, поэтому ничего. Сейчас мы с ним не заходим в одну ванну, потому что это просто чревато, да. Ну про проговаривание, это же вопрос, вот эта житейская мудрость, это взаимно говорить. Но я бы хотела вот как-то, да, таким вот референсом на тему мужчин, которые все хотят, чтобы их жены не работали. У меня было такое небольшое социологическое исследование среди моих клиентов, очень обеспеченных мужчин. Ну и когда мы с ними разговаривали как раз вот на эту тему, хотите ли вы, чтобы ваши жены работали? Ну 50 на 50, да, кто-то хотел, у кого-то там жены-то не работали, им это было очень приятно. Но 100% из них ответили да по поводу дочерей. Финансовая независимость и работа для дочери – да. Жены 50 на 50, дочери 100%. Ну потому что на жену это все-таки какая-то зависимость, да, и фактор давления, возможно. А дочь? Она должна быть независима. Она должна иметь выбор, да, потому что независимость – это выбор. Любить, не любить, оставаться там в какой-то токсичной ситуации, не оставаться – это свобода. Что такое деньги, да? Это свобода, мерила свобода. И то, что три мужчины сказали, что они не хотят, чтобы их женщины работали, надо же еще у женщины поинтересоваться. Да. Но на самом деле именно вот в продолжении Лизиной реплики, вот мой реплик – это то, что на самом деле и мой совет всем женщинам – живите так, чтобы вас уважали. И если есть подозрение, что вас кто-то не уважает, бегите с ломя головой. Финансовая независимость. Финансовая независимость. Не делать надо ровно то, что ты хочешь. Не позволяйте себе жить с человеком, который вас не уважает. Самое идеальное завершение этого разговора. Очень было интересно. Спасибо вам огромное. Мне кажется, каждая из вас с суперразными позициями. Что-то сегодня привнесла, было очень интересно послушать. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, что позвали. Спасибо. Друзья, спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, потому что впереди будет много важных и интересных тем. И напишите в комментариях, мне вот интересно, как дела с финансами обстоят у вас в семье? Чьи деньги ваши, а чьи деньги мужа?